Всем привет! Друзья, сегодня приготовим капкейки фисташка-клубника. Вот так они выглядят. Капкейки у нас именно кексики будут фисташковые, внутри начинка будет мягкая клубничная, и крем я буду использовать классический чиз. В список и количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. Также там будет рецепт классического крема чиз. Итак, для начала в стаканчик я использую мерный. Очень удобно. Сразу себе отмерили, сколько вам чего надо, и в стаканчике можно потом все перемешать. Не надо пачкать никакую другую посуду. И вот так намного удобнее. Сначала в стакан я отправляю 35 грамм фисташковой пасты. Здесь у меня 100 грамм, то я примерно 1 третью беру. Паста очень густая, и ее надо развести. Потому что если добавлять ее сразу в тесто, в таком виде, то будут комочки. Сюда же я добавляю растительное масло. И молоко. И теперь все хорошо перемешиваю. Получается слегка густая, однородная масса. Отставляем это в сторону. Я уже поставила духовку разогреваться. И выпекать кексики я буду в таких формочках тюльпан. Можно использовать любые. Но мне почему-то нравится именно тюльпанчик. Дальше в миску я разбиваю 2 яйца. Сюда добавляю сахар. И начинаю все взбивать до пышной белой массы. Для того, чтобы яйца хорошо взбились, миска и венчики должны быть очень чистые и нежирные. Я вот не планировала, но покажу. Если вы хотите добавить краситель, то можно добавить его в яйца. Я использую водорастворимый сухой. Совсем чуть-чуть. Прямо на кончике ножа. И продолжайте яйца взбивать. И тогда ваши каркейки будут красивого, легко-зеленого цвета. Так, все. Теперь во взбитые яйца я вливаю фисташковую смесь. И уже на низких оборотах хорошо все соединяю между собой. Буквально несколько секунд. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваю тесто. Все. Обязательно, если вы используете такие формочки или любые другие пергаментные, вот очень мягкие, то как каркас используйте либо силиконовую, либо металлическую форму. Я буду выпекать в силиконовой. Так, распределила. И заполняю формочки тестом где-то наполовину. Нанесу выпекаться. Температура выпекания 170 градусов по времени 15-20 минут. Смотрите сами. У каждого своя духовка. Так что проверяем на сухую шпажку. Пока кексы выпекаются, займемся начинкой. Начинка у меня будет клубничная. У меня вот замороженное клубничное пюре. Чистое, без сахара, без ничего. Кстати, очень удобно замораживать в кондитерских мешках, в зип-пакетах. И вообще, я обожаю заморозку. Это намного упрощает работу. И мне кажется, что так намного удобнее. Вот вы купили какие-то фрукты, ягоды, сделали себе пюре и расфасовали порционально в пакетики и заморозили. И берете себе тогда то, что надо и сколько надо. Это очень удобно. И всем советую. И вот если у вас нет зип-пакета, то можно воспользоваться кондитерским мешком. Завязали, и все очень герметично. Так как пюре замороженное, его надо сначала разморозить. Так как начинку я хочу сделать мягкую, то для загустения я буду использовать букурузный крахмал. Можно дать пюре растаять постепенно. Можно переложить в сотейник и отправить на плиту на легкий подогрев. Это уже как вам будет удобно и как у вас по времени. Если вы спешите, то да. А если вы вот так просто в удовольствии работаете, то... А вообще можно было выложить заранее, но я что затупанула. Пока я поставила пюре на легкий подогрев, разведу крахмал. Крахмал развожу кипяченой холодной водой. На столовую ложку крахмала примерно 50 грамм воды достаточно будет. Я беру столовую ложку без горки и добавляю немножко водички. Итак, пюрешка растаяла. Сюда я добавляю сахар и крахмал. Хорошо все перемешиваю и отправляю на огонь. И уже на огне при постоянном помешивании довожу массу до загустения. Огонь ниже среднего. Как только масса начала густеть, снимаем ее с огня и продолжаем вымешивать уже просто на столе. Получается вот такой джем. Как я и говорила, я хочу, чтобы начинка у меня была такая мягкая. Прям, знаете, разрезали капкейк, а она так прям сползает красиво. Пока вот вымешиваю, хочу сказать за крем. Крем я буду использовать классический чиз, но рецепт на канале у меня на порцию крема. А для такого количества капкейков порции будет много. Так что уменьшайте порцию вдвое. Я об этом напишу и в описании обязательно, потому что, может, где-то прослушаете или не обратите внимание, то когда вот будете читать тоже, то уже наверняка где-то, да, заметите эту информацию. Потому что я считаю, ну зачем наготавливать много крема, потом его что, куда девать, знаете. Перекладываю начинку в чистую мисочку. Накрываю пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. И можно начинать заниматься кремом. Готовятся такие капкейки прям с начинкой совсем очень быстро. Главное правильно поставить работу. Сначала сделали капкейки, потом сделали начинку, потом сделали крем. Пока все остынет, крему тоже надо стабилизироваться. Так что все, готово. Потом будем собирать уже капкейки. Капкейки остыли и я в них делаю отверстия. Делаю это с помощью просто насадки. Есть специальные шприцы, но я пользуюсь насадкой. Достаем верхушечку и посмотрите, какой он пористый. Сейчас сфокусирую. Мягенький, пористый и в меру влажный. Так что пропитывать его не надо. Начинаем оформлять капкейки. Я начинку уже переложила в кондитерский мешок. Сейчас отрежу носик и буду наполнять. Дальше берете крем, используете самую красивую насадку, которая у вас есть. Размер своей насадки я укажу тоже в описании под видео. Это закрытая звезда, довольно большая. Я ее использую для зефира, для завитушек, ну, для безе, для завитушек. И мне она нравится. Очень сильно. И начинаем вот так красиво отсаживать шапочки. Вот такая красота получается. Крема осталась у меня где-то, ну, еще на два капкейка. Это половина порции. Друзья, надеюсь, вам видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи!